Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Я есть тот ребенок, которого держит и кормит Мать-Земля. Я есть тот ребенок, корни которого увековечены на этой планете. Все свои знания и опыты, наработки для того, чтобы мне было легче проходить свой путь. Я чувствую опору и поддержку своих предков, Матери-Земли, Мироздания. То есть наш прямой предок – это Мать-Земля. В прямом и переносном смысле этого слова мы здесь выросли, выкормились, развивались. Наш вид под вид эволюционировал и так далее. Мой внутренний ребенок спокойный, счастлив. И здесь мы чувствуем безопасность и опору. Вот она, Мать-Земля. Вот наша аффирмация. Здесь наш внутренний ребенок, мы вскормлены Матушкой-Землей. Ресурсы. Что можно сделать? Посадить цветы, заботиться о земле, убирать мусор. После себя чище, чем до себя, пришли на какое-то место, собрали мусор. Идете мимо, рядом мусор валяется. Желательно с собой какие-нибудь пакетики носить, чтобы заботиться о земле. Это забота о земле у нас. Давайте еще посмотрим, что у нас. Еще придет благополучные роды. Роды вообще, как для женщины, чтобы все благополучно прошло. И для рождения новых целей, идей. Ваши идеи благополучны для земли, для пространства, для этой вселенной. Поэтому это благополучие всего рода. И продолжение этого рода должно быть. Поэтому называется карта благополучной роды. Мы доверяем своему телу. Если женщина ждет ребенка, то аффирмация об ребенка идет. Если вы хотите привнести что-то для этой вселенной, то аффирмация для этого нового рождения и привнесения во вселенную. Я доверяю своей истинной женской природе. По поводу, если смотрит мужчина, то в мужчине есть иньян, есть во всех и есть женская природа созидания, созидательности. Мое тело имеет глубокое знание о процессе рождения. Тело женщины всегда само знает, как рожать. Оно умеет, тело умеет. Если совет посмотреть для женщин, то это тот момент, когда действительно надо довериться Всевышнему. Тело знает, тело само все сделает. Здесь вы можете прочитать про то, как женщина мягко и плавно раскрывает, доверяет жизни и рождает новое глубоко и свободно. Совет также о том, что надо раскрыться. Смотрите, соединенность с волной, с солнцем идет у нас. Как совет, где-то в стихии почерпнуть новые идеи. Вот знаете, как говорят, ветром надуло. Солнечно, тепло и ласково должно быть. Открыты мы должны быть в природе. Идем куда-то на природе, оттуда черпаем свою энергию. Новые идеи приходят. Но именно для рождения. Мы хотим быть полезны на этой земле. Рождение наших идей идет к реализации этих идей. Наш бизнес, наше детище. Парикмахеры там нужны. Вот мой бизнес нужен. И я нужна этой Вселенной. Или нужна этой Вселенной. Я рождаю что-то новое. Отсюда и ресурсы. Отсюда и вдохновения черпаются у нас. И, как говорят, мысли новые с моря приходят. Откуда-то ветром их приносят. Вот тоже этот момент такой. Где-то в поле неосознанного, бессознательного, всеобщего, как у Карла Юнга. Общего, коллективного, бессознательного. Витают эти идеи. И вот они как-то к нам прилетают. Залетают. Достаточно быть в доверии. В открытом состоянии. Чтобы идею ветром голову надуло. Смотрим дальше. Где мы будем черпать ресурсы. И о чем. Мудрость и просветление у нас идет. Я разрешаю себе довериться законам мироздания. Я открываю свою душу этим знаниям. И принимаю их каждой клеточкой своего тела. Я отпускаю эго. То есть свой ум, который нас, кстати говоря, имеет. Потому что он нами начинает управлять. И сознанием чувствую присутствие высшего разума. Можно еще сказать источника. И доверяя ему это доверие ко всем Вышнему. Это просветление идет. Духовное просветление у кого-то в молодости, у кого-то нет. По-разному бывает. Кстати говоря, вот эти вот коврики, которые бабушки делают. На мандалы похожи. Целые мандалы создаются в нашей Вселенной. Чтобы у нас все было благополучно. Смотрим дальше. Где мы будем черпать еще энергию. В чем мы ее будем черпать. Смотрим. О принятии и упрощении. Надо нам простить. Кого-то не простили. О прошлом помним. Живем в прошлом. В будущем не живем. Афирмация. Я прощаю своего близкого человека. И принимаю его грани. Я принимаю то, что он проявляет по отношению ко мне. И те свои стороны, которые нужны мне для духовного роста. Ну и заодно и поблагодарим. За то, что эти грани помогли нам духовно вырасти. Какими бы они острыми не были. Я уважаю его выбор. И благодаря, благодарю его душу за то, что играет для меня такую важную роль в жизни. Это благодарность. Если вы вместе. Благодарность. Прощение. Если вы уже расстались. И ресурс появится. Энергия появится у вас. После расставания вы уже духовно выросли. Вместе вы духовно все равно дальше продолжаете расти. Ресурс оттуда. Сила рода вот отсюда. Черкает ресурс. Смотрим дальше. Любовь материи. Давайте посмотрим на материализацию. И любовь этой материи. Мы души, рожденные, воплощенные здесь на земле. Вечно юные. Неувидаемые, неумираемые. Мы лишь меняем тело. И тем не менее тело материализуется. Мы приходим вот так вот. Как в машину садимся. Управляем этим телом. Сами-то мы души. Но любовь к материализации есть у нас. Любовь к материи есть. Это материнская сила любви. Вот она. Мать, материя. Мы создаем то, что плотно. Из того, что не плотно. Любви и принятия материнская сила. Великая мать любит нас. И мы любим ее. Давайте. Про принятие этой материнской любви. Дом всегда там, где мать и дети сами приходят к родителям. Мама дает. Я принимаю. Я принимаю величие своей матери. И всегда иду к ней. Если мне это необходимо. Для тех, у кого неудачно все с мамой. Есть мать. Всевышняя. Мать мира. Божественная мать. К ней можно обращаться. К ней можно приходить. Ей можно молиться. Если все хорошо у вас. Значит идите к силе материнской любви. Если вы сама мать. Значит мы просто принимаем. Любим. И много что даем. Всегда мы как матери создаем величие своих детей. Поэтому надо принимать величие своей матери. И тогда мы будем великими для наших детей. Я разрешаю себе быть маленьким рядом с мамой. Ее дом. Всегда дом и пристанище для меня. Для тех, у кого не было это пристанище. Еще раз напоминаю. Это божественная мать. Мать вселенная. Ей можно молиться. У нее можно просить силу материнской любви. Силу материализации. И материализацию именно у вселенной просит. Потому что тут вселенная скорее всего все рождает. И судя по тому, что происходит. Бог больше на женщину похож. Потому что очень много материализации происходит вот отсюда. Из того, что рождает сила материн. Поэтому забота о себе. О своем гнезде. О себе как о матери. Потому что очень много что надо делать. Будет нам давать силы. Мы будем давать эту любовь. И нам потом эта любовь сторится и возвращается. Вот мы одной птичке помогаем. А нам потом много птичек таких духовных прилетит. Поможет. Сила ресурсов оттуда тоже черпается. Смотрим. О, это вообще, да, тоже сильная карта. Откуда мы ресурсы будем брать. Смотрим. Абсолютное женское начало. Аффирмация. Я принимаю в себе свою женскую силу. Моя сакральная энергия способна исцелить весь мир. Внутри меня по праву рождения. Потому что я женщина. И я принимаю эту энергию. И разрешаю ей проявиться. Тут, конечно, карта для женщин. Если смотрят мужчины. То они должны понимать, что любая женщина ведьма в той или иной степени. Для женщин у нас есть сакральное подключение через мать-землю. Через нашу женскую энергию рождения. Вот у нас такая сильная интуиция, что иногда говорят. Вот она там накаркала, да. Тем не менее, мы должны принимать свои сильные, слабые стороны. И свои ведьминские предчувствия тоже, в принципе, должны принимать. Оттуда тоже сила и ресурсы идёт. Так, источник силы. Он внутри нас есть. Если расклад смотрят мужчины, то должно быть почитание женщины. Потому что мужчины тоже из женщины рождаются у нас. Не только как матери, а вообще как такой какой-то вселенской силы, которая даёт начало. Женского начала. Для женщин. Внутри меня источник женской силы. Он есть во мне просто потому, что я родилась женщиной. Я разрешаю себе увидеть эту силу и проявить её этому миру в любых её гранях и проявлениях. Моя сила во мне. Я источник женственности, источник вдохновения. В моём пространстве всё расцветает и преображается. Для мужчины. О чём речь тут может идти? Сила вдохновения у мужчины от женщины. Женщина хорошая рядом. Будет и сила вдохновения у вас. И мужчина будет вдохновлён, чтобы делать подвиги для неё. И вообще для этого мира. Для мужчины это, скорее всего, сила, скажем так, увидеть эти возможности и использовать. Причём об этом женщина расскажет. Да, главное действительно их уловить. Сила ресурсов для женщины отсюда, для мужчины отсюда. Так, смотрим. И, конечно же, деньги наши. Ресурсы. Финансы, материализация. Принятие финансов. Принятие денег. Деньги – это энергия. И внутри меня энергия. А значит, деньги есть во мне, и я создаю деньги. Я создаю столько, сколько мне нужно. Они есть в моём поле всегда и просто так. И ничего для этого не нужно делать. Я – источник денег. Они приходят ко мне из пространства. Не от людей, а из точки света. Чем больше энергии во мне, тем больше денег приходит ко мне. Легко и свободно. Я и есть деньги, я и есть. Та самая материализация. Действительно, есть какая-то установка у людей, что за всё надо платить. А что, если уже оплачено, и мы родились, и достаточно взять. Что уже просто этот божественный мир, он для радости Бога. А мы родились, и можем этим пользоваться. Достаточно свою душу в этом плане развернуть. Внутри в нас всё есть. Да, вот тут дракончик, он материализуется, разворачивается вот сюда. Поэтому будем яркими, радостными, страстными, открытыми, позитивными. И всё у нас, дай Бог, получится благодаря нашей открытости и этой Вселенной, и этому доверию к Вселенной. Ставь лайк, подписывайся. Не забудь поставить колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. А я жду вас на личных раскладах и консультациях. Ссылка есть в описании канала, в описании этого видео. Увидимся с вами. Пока-пока.